Если вы всё ещё задумываетесь о новогоднем подарке, то одним из вариантов того, что можно положить под ёлочку, может быть, книга! Да, давайте вспомним, что читали и обсуждали в этом году. А для тех, кто услышит эти названия впервые, мы надеемся, это станет поводом занять себя интересным чтением в празднике. Мировой бестселлер «Дьявол носит прадо» получил продолжение в книге «Ложь» Латте и Леггенс. В этой книге Лорен Вайсбергер продолжает историю Эмили Чартона. У неё снова неудачи на работе и в жизни, с которыми она пытается бороться. Роман идеально подходит, когда хочется лёгкую, но при этом неглупую книгу. А для тех, кто хочет подумать, я лично, я человек, который читаю постоянно, советую самую важную книгу этого года по версии журнала «Эль». Её автор Сара Джессика Паркер, а книга называется «Фатима Мирза», и рассказывает она о семье мигрантов. Ну и последний экземпляр в нашей мини-подборке называется «Безумно богатые азиаты». Это история о любви Рэйчел Чу и её богатого китайского бойфренда. Да, продолжим книжную тему с нашим постоянным гостем Дарьей Новиковой в рубрике «А почитать». Даша, доброе утро! Доброе утро! Ну, это была наша подборка. Я знаю, что ты, естественно, с ним не согласна. Да почему он будет? Потому что у тебя есть своё мнение на этот счёт? Не, ну, конечно, ну, каждый читает то, что он хочет. Что ты нам принесла сегодня в своём удивительном мешочке? Мне нравится объём сумочки сегодня, прям такой толстенный, хороший, тяжелый, как котик. Ты самые большие книги принесла нам сегодня. Да, самые объёмные книжки, что у меня были, я взяла. Первая книга, прежде чем я её покажу, я вам маленькую предысторию скажу. Эту книгу очень долго ждали на русский язык. Она существовала на просторах интернета в любительском переводе и в переводе Алексея Поляринова. И, собственно, когда её наконец-то решились выпустить на русский язык, она вышла в этом переводе. Я, естественно, говорю про бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллса. Господи! Это про что? Это сколько страниц? Это, ну, больше тысячи страниц. А давай я посмотрю, точно сколько у нас. Так, хорошо, а о чём книга? Чем она нас должна зацепить? Смотрите, до того Уоллс её написал в 34 года и стал моментально рок-звездой в литературе. Несмотря на то, что Уоллс сам преподавал творческие литературные курсы, где одно из правил, это нужно начать очень интересно, чтобы захватить читателя, здесь он поступает с точностью наоборот. Первые 300 страниц вы вообще не понимаете, о чём идёт речь. То есть его название это сарказм своего рода, да, я правильно понимаю? Да, да, это постмодерн, естественно, искренняя. Слушай, а здесь возрастной ценз 18+, там есть какие-то откровенные сцены? Да здесь просто страниц много. 1278 страниц. На самом деле она входит в обязательное чтение, и плюс, ну, если там очень много героев, если просто акцентировать, то там два героя главных, один такой успешный, но он постепенно скатывается в наркозависимость, а второй, может быть, из-за этого, кстати, 18+, а второй, наоборот, человек, кто находится в рахабе, лечебнице, и который пытается изо всех сил, наоборот, пойти к вершине. Так, дальше мы не рассказываем, потому что люди-то будут, да, читать этот... Это совершенно не спойлер, просто готовьтесь к тому, что вот эти 300 страниц – это фильтр, то есть таким способом Уэллс пытается отшелушить часть читателей, которые не доберутся до конца, и вообще у этой книги есть 4 канонических завершения, есть целый сайт, где фанаты пишут, как они поняли книгу, есть путеводители по этой книге, ну, то есть совершенно... Хорошо, будем читать. Будем, да, а что дальше? Следующая книга, ну... Ух, чуть-чуть поменьше. Когда тебе 10 лет, тебе не очень, как бы, кажется, она маленькая. Ну, на самом деле, Мария Отмюрай, мисс Черити – это книжка о девочке, которая живет в викторианскую эпоху, 19 век. Что женщина могла делать в это время? Ничего. Ну да, ты прав. Она могла петь, музыцировать, вышивать, как бы, ну, там, вроде читать, но она не имела права на образование. И то есть эта книжка, если на поверхности, то это книжка вот этой вот девочке, которая, кстати, здесь очень красивая иллюстрация, девочка, которая выбивается из канонов общества. То есть она не хочет, она не желает, там, выйти замуж, например, она не желает, там, вышивать. Она хочет изучать мир, она хочет быть ученой-биологом. Даша, для кого эта книга? Можно я посмотрю, сколько здесь страниц? Это книга… Это для подростков, либо уже для взрослых тетей, как я. Нет, это книга… 566, кстати, неплохо. Знаешь, ты права, эта книга и для взрослых тетей, и для девочек, которым 10 лет. От 10 лет ее можно уже читать. То есть это книга о стереотипах, о том, как на нас давит общество. Это очень прекрасная, теплая книжка. Эйнди Уорхол? Эйнди Уорхол? Да. И видно… И видно какую-то закладку. Что-то Даша отметила уже. Так, во-первых, вы знаете, кто это такой? Это художник. Ну, конечно. Отлично. Просто не, на самом деле, немногие знают, что Эйнди Уорхол – это один из последователей поп-арта, один из тех, кто начинал это делать. Знаменитая его фраза, что каждому достанется 15 минут славы. Вот они как раз в нашу эпоху цифровую и появились. Что это такое? Это дневники. То есть Эйнди Уорхол был знаменитым тем, что он очень хорошо интеллигировал людей, и он записывал все, что с ним случалось. То есть он на диктофон себе записывал, сколько, например, он съездил на такси, сколько он заплатил, что он вообще думает. То есть это такое, знаете, полное вообще погружение в мир этого художника. Как быть Эйнди Уорхолом? Ну, фактически. То есть тут, например, редакция Пэт Хэкетт, она вот та женщина, которая расшифровала все эти записи. И я здесь закладочка отметила, иногда мы любим в книжном смотреть, что же делал сегодня Энди Уорхол. А-а-а. И мы с вами посмотрим. И что делал сегодня? И у нас сегодня... 20 декабря. У нас сегодня 20. Винсент устроил вечеринку, поэтому я поехала на такси туда. В скобках 5 долларов. Оказалась прекрасная вечеринка. Я фотографировала одного красавца, которого считал манекенчиком, но потом страшно смутился, потому что это оказался Джон Джон Кеннеди. Фред привел его и Мэри Ричардсон. Ну, то есть... Все, 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 продолжение не надо, все. Что там? Что там произошло дальше? Кеннеди Уорхол. Нет, нет, нет. Ты почитаешь на каникулах, я думаю. Дай обложку интервью. Дай, пожалуйста, посмотрю, сколько здесь страниц. И мы скажем, какая самая такая массивная. Мы же все-таки челлендж запускаем. Ну, я думаю, вот она и есть. Ай, не могу, не могу, не могу. Эти новые книги. Тысяча четыре страницы. Вот это, конечно, больше. Это самая большая вот эта книга. Потом идет на втором месте Энди Уорхол и Мисс Черити. Вот, друзья. Ну что, подключаемся к челленджу новогоднему. Одной из задач на новогодние каникулы за 8 дней прочитать книгу больше тысячи страниц. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...